МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет информационную программу. Время говорить главной темой этого выпуска. Полеты наяву. Вторая машина пикирует с путепровода на Московском шоссе, который власти неоднократно клялись вычинить. Выпили, проходите, а не проезжайте. Все рязанские дорожные инспекторы провели очередной рейд по пьяным водителям. Прискакала банда в Рязани, судят налетчиков, которые наводили ужас на обитателей Рязанской области и Подмосковья. А теперь обо всем подробнее. Еще один водитель расправил крылья своего авто над речкой Павловкой. ВАЗ-2112 и его 25-летний владелец дружно улетели со злополучного мостика на Московском шоссе. С него, надо сказать, да и горожане знают, легче упасть, чем удержаться. Особенно в гололед. Вчерашний инцидент уже не первое подобное происшествие на данном участке дороги. Вообще это ограждение не самое надежное. И автомобилисты, случается, улетают с моста в реку. 25-летний житель Рязанского района, двигаясь на «Жигулях» 12-й модели в сторону центра города, не учел дорожные условия, не выбрал безопасный скоростной режим, в результате чего сбил бетонное ограждение моста и совершил опрокидывание в речку. С травмой головы, переломом бедра и ушибами водитель был госпитализирован в областную клиническую больницу. Следует отметить, что водительское удостоверение молодой человек получил менее года назад. В настоящий момент по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Сейчас над опасным участком дороги устанавливают надземный пешеходный переход. А еще к концу декабря обещали отремонтировать и саму пешеходную дорожку. Хочется верить, что на густонаселенном московском шоссе наконец-таки станет чуть-чуть безопасней. А то, что этот участок дороги будет приведен в должный вид к праздникам, сейчас кажется очередной новогодней сказкой. Хотя, может и сбудется. В Новый год разные чудеса бывают. Тот, кто видел означенный мостик, знает ограждение в том смысле, как его надо бы понимать. На мостике попросту отсутствует. А пешеходы до сих пор идут здесь, рискуя с одной стороны свалиться в Павловку, с другой попасть под колеса машин. Большой надземный мост рязанское начальство обещало подарить горожанам к Новому году. А пока, дорогие рязанцы, осваиваем цирковой эквилибр. Следует напомнить, что в ноябре 2011 года женщина-жительница Рязани с моста соскользнула. Тогда настил мостик, обрушился, а поручень, за которой держалась дама, лопнул. Но не ее был день тогда, что поделать. Травмы, полученные пострадавшей, были квалифицированы как тяжкие. Дело рассматривалось судом, и в конце концов упорная и живучая женщина победила чиновников. Суд признал вину городского начальства вне обеспечения надлежащего содержания имущества и решил частично удовлетворить требования ИСА о возмещении вреда здоровью. Так и хочется воскликнуть в стиле народного веча. Да поставьте уж вы там толковое ограждение, на том же Точинвести сделают любо-дорого. А то мы в новогоднюю пору все там попадаем. Русские люди, а время праздничное. Понимать надо. Впрочем, и не в праздничное время наш народ готов лихо погонять, в том числе и пребывая под изрядным градусом. Зима – время для автомобилистов трудное, особенно с учетом загруженности дорог. Но, к сожалению, девиз «хоть все взорвись, а пить не перестану» для многих автовладельцев по-прежнему является руководством к действию. Сегодня утром рязанские дорожные инспекторы вышли в рейд, излавливали водителей, которые пробирались на работу или еще куда, будучи, как говорится, сильно после вчерашнего, а то уже и с утренним градусом. Накануне новогодних праздников сотрудники ГИБДД будут регулярно выходить на улицы нашего города для проведения рейдовых мероприятий с той целью, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения, особенно после вечерних корпоративов, вечерних застолий, не садились в утренние часы за руль автомобиля в состоянии остаточного алкогольного опьянения. По всей видимости, недавно разрешенные промилле в крови наши водители восприняли слишком широко и рьяно, так что допустимые цифры у многих из них перевалили все мыслимые границы. Самое печальное, что так и будет дальше. Интересно, что за границей наши ездят сплошь трезвые, потому что там обязательно захмель нахлобучит по полной программе. А вот на родине пускаются во все тяжкие. Может, потому что остались у нас на дорогах те самые командиры, с которыми всегда можно договориться? На Рязанском радиотелезионном передающем центре продолжается установка оборудования для обеспечения цифрового вещания. Сегодня здесь монтировали важнейшую составляющую системы, передающую антенну. Сегодня происходит очень важный этап реконструкции радиотелезионной передающей станции в Рязани. То есть сегодня завершена подготовка и начат монтаж, передающий антенны для цифрового телевизионного вещания. Осталось несколько дней, и в принципе мы будем понимать, когда же все-таки в Рязани появится цифровое телевидение. Несмотря на такие достаточно сложные погодные условия, ветры, сегодня мороз, работа идет в запланированном темпе, и мы все-таки ожидаем, что на следующей неделе мы строительно-монтажную работу закончим и будем готовить передающие оборудование к выходу в эфир. Сегодня в областном суде началось оглашение приговора бандитам, которые нападали на дома жителей нашего региона и Подмосковья. Им вменяется 12 преступных эпизодов. На первом заседании суда обвиняемые показывать свои лица общественности не хотят. Они закрывают их медицинскими масками и куртками. На скамье подсудимых пятеро жителей Рязанской области. Как следует из обвинительного заключения, они организовали банду и совершали разбойные нападения на жилые дома в Рязанской и Московской областях. Под угрозой оружия и насилия забирали у владельцев деньги и другие ценности. Всего на счету обвиняемых 12 преступных эпизодов. В Рязанском областном суде началось оглашение приговора по уголовному делу в отношении пятерых жителей Рязанской области. Один из них обвиняется в создании устойчивой вооруженной группы банды в целях нападения на граждан и руководстве ею, а также в участии в совершенных ее нападениях. Вместе с ним еще четыре гражданина обвиняются в участии в устойчивой вооруженной группе банды и в совершаемых ее нападениях, а также в совершении ряда преступлений, среди которых кража, разбой, приготовление к разбою и покушение на уничтожение чужого имущества. Степень и меру наказания подсудимым определит суд. Вчера в преддверии 20-летия Российской Конституции в зале торжественных приемов правительства Рязанской области губернатор Олег Ковалев вручил государственные и региональные награды, рассказывает Оксана Тебенихина. В правительстве Рязанской области в преддверии 20-летнего юбилея Конституции Российской Федерации прошло торжественное награждение жителей нашего региона. Олег Ковалев вручил награды как государственного, так и регионального уровня. Благодаря новой Конституции удалось создать предпосылки для более активного развития общества в политической, экономической, социальной и культурной сфере, обеспечить условия для самореализации каждому конкретному человеку. В конечном итоге все это привело к укреплению российского государства в целом, к повышению его значения на мировое время и таким образом к достаточно стабильности внутри государства и в межгосударственной сфере. Заграды и пары, в соответствии с дозвольной работой вносит жители Рязанской области. Честное слово, очень тронут и огромное вам спасибо за такую высокую оценку моей деятельности. Я обещаю вам и вашим лицам, здесь присутствующим всем рязанцам, что по мере сил и возможностей данных мне Богом и начальством, я привожу все свои усилия, чтобы и дальше стараться работать так же, как это было в год-30 лет. День Конституции – один из наиболее значимых государственных праздников. Ежедневно жители нашей области делают огромный вклад в развитие региона и количество награжденных наших земляков – лучший тому пример. На сегодня все, доброго всем вечера, а завтра будет новый день, будет и пища, в том числе информационная. Увидимся, как обычно, в эфире программа «Время говорить». Сегодня в Рязанском цирке начала работу новоторжская ярмарка. Здесь представлены более тысячи готовых меховых изделий для мужчин и женщин. Размеры от 42 до 60. Это красивые, качественные дубленки, шубы из мутона, овчины премиум, внутри, рекса, каракуля, енота, бобра, норки. Особого внимания заслуживают норковые куртки и пальто по цене от 69 до 98 тысяч. Шубы соответствуют российским ГОСТам, фасоны классические. Ценник у этих изделий красный, так как цена низкая. Так, длинную норковую шубу «Белла» на новоторжской ярмарке вы купите за 98 тысяч рублей. Норку мне нравится, очень норка. Поэтому пришла сюда именно за норкой. Вот очень мне нравится. Красиво смотрится, богато. Какой шуб выбор? Шуба-норка «Белла». Белла, да. Чем она понравилась? Ну, мех, во-первых, хороший, длина хорошая. И вообще она смотрится очень хорошо. Села, хорошо прям. Пошив, лекал виды хорошие. Поэтому очень хорошо. Мне понравилось. Потому что я уже вчера ходила на другую выставку, смотрела. Там вообще как бы и выбрать нечего было. Здесь вот достойный выбор. И цена приемлемая. Какую шубу вы выбрали? Я выбрала шубу «Кира». Она очень хорошо подходит для того, чтобы ездить с релем. Длина хорошая и цена очень хорошая. Я приехала на эту фабрику. Я ждала эту фабрику, когда она прям приедет. Много знаю про нее из интернета. В общем, качество очень хорошее. Мне понравилось. Любое меховое изделие на новоторжской ярмарке можно купить в кредит. На все шубы действует гарантия от трех месяцев до года. Мех качественный. Приходите за шубой на новоторжскую ярмарку. Новоторжская ярмарка работает в цирке с 10 до 19 часов до 15 декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова